Хорошая весна! Для России с любовью. Для вас мое очередное видео. И мы снова во Флориде, в Северной Каролине. Мы не купили дом, как вы уже видели. И мы решили снова вернуться во Флориду, но не в Джаксонвилл, а в Дейтона-Бич. Это немножко южнее Джаксонвилла. И мы сейчас на пляже Дейтона-Бич. Мы будем смотреть наши дома здесь. То есть дома, которые нам понравились. Может, мы и выберем один. И Атлантический океан за моей спиной. Ну, все. Смотрите. Ну, и как вы помните, нам не удалось купить дом в Северной Каролине. И мы решили поехать в Дейтона-Бич. Нашли риэлтора, позвонили. И она должна была нас ждать. Дейтона-Бич находится между Джаксонвиллом и Майами во Флориде. Вот здесь вот Дейтона-Бич. Мы не очень огорчились по поводу Северной Каролины. Не судьба, значит, это не наш штат, не наш город. Мы найдем что-нибудь другое. И первый дом мы смотрели вот здесь, вот недалеко от океана. Совсем рядом с океаном. Ну, и вот он, первый дом, который мы смотрим здесь, в Дейтона-Бич. Номер один. Сто квадратных метров. Не очень большой дом. Но посмотрите, маленький, смотрится очень хорошо. Бен говорит, что мы очень благодарны тебе, Аманда. Зовут ее Аманда, что мы вчера вот позвонили вечером, и сегодня ты нас уже с нами. Она говорит, ну, я очень рада с вами работать тоже. Ну, и надеюсь, что вы купите дом со мной вместе. Я Зина. Зина, и вы мама. Я Зина. Так, приятно познакомиться, Зина. Приятно познакомиться. Окей, один гараж, да? Окружение очень хорошее, мы уже посмотрели до этого. Машина на... гараж на одну машину. Мы не смогли в гараж войти, вообще-то. Не нашли ключ. Мы посмотрели крышу. Крыша непонятна, хорошая или нет. Так, смотрится нормально. Ну, вот хороший вход. Вход красивый, посмотрите, какой пол. И уютная комната, уютная гостиная. Хороший пол, деревянный, нам понравился. И из гостиной мы прошли на кухню, и очень мне понравилась кухня. Небольшая, но гранитные покрытия. Хороший холодильничек. Ну, а это вот здесь, вот у них когда-то было незакрытое помещение. Посмотрите, какой пол. Здесь был просто открытое пространство. Здесь, ну как, улица была. А они вот сделали такую комнатку интересную, красивую. Ну, и сзади, посмотрите, позади, я имею в виду. Посмотрите, очень... Все закрыто деревьями, и не видно соседей. И классное дерево с мхом. Ну, как это и везде во Флориде. Посмотрите, как красиво. Ну, мы посмотрели крышу. Бен говорит, непонятно крыша. Крыша не смотрится очень хорошо, надо будет уточнять. Ну, вообще уютно. Очень уютная. Уютный домик. Да, это хорошо. Ты прав. Так что, я тоже люблю. Так что, я люблю флор. И Аманда мне показала, посмотри, говорит, потолок. Это вот типа ламината или что-то такое. Потолок отделан этим. То есть, это не на полу, а на потолке. Маленькая ванная комната. Очень маленькая, по нашим понятиям. И одна только. Ну, что делать? И дом-то маленький. Но это находится рядом с океаном. Это тоже учитывается. Ну, и, конечно, вы сравните цены, которые были в Северной Каролине. Здесь, там можно купить больше дом и за меньшую цену. Одна спальня, первая спальня. Нормальный размер спальни. Ничего. Вы заметили, наверное, не принято здесь вешать занавески. Не во всех домах можно увидеть занавески. Ну, и сколько же стоит это? 268 тысяч долларов. Второй дом. Выглядит снаружи, ну как, прилично. 147 квадратных метров. Мне понравился вот Порч. Один дом на один, гараж на одну машину. Соседние дома выглядят хорошо. Не заброшенные. Ну, и в описании было сказано, что этот дом старый, но они все обновили. И вот, обратите внимание, пол, это старый деревянный пол, но они восстановили его. Выглядит, конечно, прилично. Это гостиная комната. А здесь вход в гараж. И камин. Газ. Не деревом топите, а газ. Гараж. Гараж работает. Дверь в гараже работает. О, я люблю кухню. Да. Кухня есть хорошая. И даже холодильник здесь остается. Вообще здорово, нам понравилось. Но, опять же, я же говорю, этот дом старый. Посмотрите, окна старые, маленькие. И окна нужно обновлять. Посмотрите, какая гардеробная старая. И что мы заметили, они некоторые места красили недавно. А это не очень хороший признак, значит, что-то можно, нужно скрывать. Это ванная комната. Ванная комната тоже обновлена. Мы не смогли свет включить почему-то. Ну, как, что-то они обновили, что-то не обновили. То есть, что-то успели обновить, что-то не успели обновить. Задний дворик с двумя пальмами. Длинными-длинными пальмами. Пальмы как макаронины смотрятся. Но это февраль снова. Поэтому трава не очень хорошо выглядит, хоть это и Флорида. Ну, мы видели, мы не видели еще спальни, да? Видели одну. И вот эти вот две спальни мне понравились тоже. Это деревянный пол, тот, который был когда-то здесь. Они просто восстановили. И вторая спальня комнаты поменьше. И между ними ванная комната. Выглядит неплохо. Ну, места много. И вообще-то неплохо смотрится. Но вот пол на кухне, кажется, что как-то он не очень ровный. И непонятно, какой же фундамент, хороший или нет. И посмотрите, окна старые. Я никогда таких окон не видела. Вот эти вот. Мы даже побоялись открывать. То есть, окна надо менять совершенно. Все окна надо менять. Ну, и как вы думаете, сколько он стоит? А стоит он 260 тысяч долларов. Я думаю, что ровно выглядит хорошо. Но крыша нормальная. Ну, и третий дом. Выглядит странно, да? 110 квадратных метров, чуть побольше предыдущего. Посмотрите, маленькая комнатка, как прихожая. Очень-очень интересная. Обычно такие комнатки делают позади, на заднем дворике. И посмотрите, теразо-флор. Пол. Это берут, как смешивают крошку мрамора, стекла, гранита и кварца и соединяют каким-то там химическим веществом. И вот этот пол получается такой, очень старый. И кот на окне. Смотрит в окно. Это кухня. Кухня обновлена совершенно. Посмотрите, какой островок красивый. Кухня выглядит шикарно вообще-то. Нам очень понравилась. То есть она совершенно новая. Все новое куплено и поставлено. Вообще очень-очень современно выглядит, и светильники очень красивые. Да, посмотрите, где расположена стиральная комната. Стиральная сушильная машина. Стиральная выглядит очень старая. И нагреватель воды там. А вот это я нигде не видела, только в фильмах старых. Здесь ты можешь, ну как, мыть что-то, не посуду, а если хочешь руками стирать. То есть вот такая вот интересная комната. Ну, а это типа столовой, небольшая столовая. Первая спальня. Первая спальня и гардеробная. Нам очень понравилось. И особенно здесь понравился тоже пол. Аманда говорит, я никогда не видела такого пола. Одна только ванная комната. Посмотрите, какая здесь интересная спальня. Там даже окна под потолком. И большое зеркало в спальне с гардеробной. Бен говорит, что ему очень нравится. Ну, мне тоже нравится. Вообще красиво смотрится все это. Ну, конечно, все это будет убрано, все их оборудование и все такое, все их вещи. И мне очень понравилась, кстати, ванная комната. Новая, все новое в этой ванной комнате. Здорово. Ну и задний дворик. Давайте посмотрим, что же там. Гараж. Большой гараж на две машины. Правда, гараж можно открыть только руками. Нужно вставлять специальный механизм. Это тоже стоит денег. Ну, все это будет, конечно, убрано. Они все увезут. Это их вещи. Это как кладовка здесь у них. Большой задний дворик, можно сказать. Большой. И мне очень понравилось, вот, я не знаю, что это такое, типа печки, украшения. И здесь вход, въезд, машину можно поставить позади. Но Бен говорит, конечно, машина попортит траву. Нужно делать как въезд в гараж. Ну и пальма растет. Здорово. И мне, конечно, понравились все эти растения на заднем дворике позади. Они создают уют. И как будто ты находишься в, я не знаю, в каком-то лесу. Бамбук. Посмотрите. Бамбук растет. Как будто мы в джунглях. Бен с Амандой даже потеряли меня там. Стали искать, где же я, куда я пропала. Вообще, вообще интересно, здорово. Мне понравилось здесь. Но мы обнаружили, что крыша совсем плохая. И нужно ее менять. И менять нужно как можно быстрее. Аманда показала, что очень классно встроены шкафчики на кухне. И даже островок. Островок. Не просто островок, не просто стол, а он со всеми там шкафчиками. И все это открывается, все это здорово. Ну и так как крыша плохая, они вычитают 12 тысяч долларов, и можно купить за 233 тысячи этот дом. Надо думать. Ну и я вам покажу еще два дома. В одном будет приятно жить, а в другом страшно. Почему страшно, вы сейчас поймете. Дом номер 4. Мы сразу были в ужасе. 117 метров этот дом, но мы были в ужасе от соседства. Американцы живут по соседству. Машины стоят. Люди там ходят. И огромный забор отделяет этот дом и соседний, где соседи живут. И два замка. Один закрывает вот эту вот железную решетку. Аманда открывает. И второй, конечно, будет на доме. Но посмотрите соседство. Соседство, конечно, ужасное. Посмотрите, какой они построили железный забор между соседями и этим домом. Давайте посмотрим внутри. Внутри, кстати, все обновлено. Дом старый, с 1938 года. Но они все обновили. Все абсолютно выглядит как новое. И этот дом имеет название «Наган». Потому что он длинный. Длинный и узкий. Бен не любит такие дома. А мне понравилось, потому что здесь все новое. Я как сорока люблю все новое и блестящее. Сразу заходишь и в кухню. Но все новое. Все шкафчики, холодильник, все новое. Пол новый. И это мне очень понравилось. Но нету стиральной и сушильной машины. Она должна быть здесь. Значит, нужно покупать стиральную и сушильную машину самим. И это первая спальня. Очень красивый пол. Спальня и ванная. Ванная небольшая, но все тоже отделано. Все новое. Все совершенно-совершенно новое. А здесь, посмотрите, куда это ведет. Не в подвал. Эта лестница ведет в гараж. Я вам потом покажу, как снаружи выглядит вход в гараж. Аманда и Бен решили открыть дверь. Они не могли, потому что там столько было запоров. Но, представляете, с таким соседством, конечно, столько запоров нужно иметь. И особенно в гараже, если они вдруг заберутся сюда. Я им говорю, да и не это, не открывайте. Потом придется долго закрывать. И они решили не делать это. Ну, мы видели только одну спальню. Сколько же здесь всего спален? Вторая ванная комната. Вообще-то красиво выглядит. Ванная комната. Смотрите. Все под свет. Здорово подобрано. А это нагреватель воды. Интересная раковина. И это спальня. Вторая спальня. Небольшая. Фэн. Все-все-все. Все новое. Совершенно новое с уголочки. Итак, две спальни. Посмотрим. По-моему, должна быть еще одна. Третья спальня. Мне, конечно, очень понравилась. Еще раз говорю. Очень понравилась. Ну и вот третья спальня. Третья спальня и третья ванная. Здесь три полных ванные комнаты. Полный, значит, душ, туалет, раковина или ванная. То есть три полные ванные комнаты. Мне очень понравилось. Открываешь, и там душ. Бен говорит, пойдем-ка мы отсюда. Бен уже, по-моему, ушел. И посмотрите, выходишь и видишь вот это. Ну, конечно, не очень приятно все это видеть. Что тут говорить? И с таким соседством. И вам не видно, но я посмотрела. И позади там соседство ужасное. Бен говорит, посмотри, что творится позади там за забором. Это мрак, конечно. Ну и как вы думаете, сколько это стоит? А стоит это 270 тысяч. Вот так вот. Ну, посмотрите, какой въезд в гараж. Все бы хорошо, но соседство, конечно. Я бы купила этот дом. Но соседство ужасное. Ну, и мы посмотрим. Очень красивый дом. Пятый дом. Последний. Очень красивый. Хорошие соседи. 122 квадратных метра. Средняя такая величина дома. Ни большой, ни маленький. В самый раз. И это такой, ну, как вам сказать, мексиканский стиль. Испанский стиль дома. Очень хороший ландшафт. Красивый. Видно, что за домом люди ухаживают. Пока Аманда и Бен открывали дом, я обошла вокруг. Гараж на две машины. Ну, смотрите, как здорово выглядит. Хотели бы вы жить в таком доме? Наверное, да. Я вам говорила, что здесь любят украшать дома всякими фигурками. Ну, я еще раз повторю. Я уже говорила, что на дома спрос очень большой сейчас. Особенно во Флориде, куда люди хотят переехать. Тепло. Климат хороший. И мы смотрели дома, и уже очередь за нами, очередь машин стояла почти на каждый дом смотреть эти дома. Посмотрите, у них даже мусорка загорожена. Я сначала думала, что же это такое? Оказывается, мусорка там стоит. То есть они, ну, то есть все так сделано, чтобы все выглядело красиво. И даже цветочки цветут в феврале. Кстати, очень много здесь цветущих растений в феврале. Ну, тепло. И я заметила гнездо на заднем дворике. А птичка, очень красивая птичка, не удалось мне близко подойти. Она пыталась отвезти меня от гнезда. Это кардинал, красная птичка. В Кентаке их очень много. И здесь, посмотрите, очень красивые птички. Арвейн. Ну, и наконец-то они открыли. Дом. Давайте посмотрим, как же он выглядит внутри и снаружи красиво. Еще раз говорю, очень мне нравится этот вход. Ну, конечно, еще все зависит от того, как ты все это оформишь. Красивая мебель. Ну, конечно, она не останется здесь. Но заходишь, и сразу столовая, и там кухня. То есть, посмотрите, столовая, кухня и гостиная, все это вместе. Все это как одна комната. Большой островок в гостиной, не в гостиной, а большой островок на кухне посередине. Кухня приличного размера. Новые окна, Аманда говорит, новые в кухне обновленные покрытия на шкафчиках. Ну, и вот эта гостиная. Очень красивый пол. Очень красивый пол. Посмотрите. А наверху окошечки. Здорово выглядит. Дом просто очень красивый. И задний дворик, посмотрите, Флорида Рум. Ну, конечно, у них все это оформлено очень хорошо, декорация хорошая. Но и стены, посмотрите, покрашены в приятный цвет. Давайте посмотрим, как же это выглядит на улице. Какой вид. Здорово, да? Заборчик. Но участок продолжается и за забором до пруда, как мы прочитали. Посмотрите, пальмы из одного корня, что ли, они растут. Пять или шесть пальм. Вообще, конечно, все продумано, все сделано с любовью, с умом. И там пруд. Пруд или озеро небольшое. Ну что, ну что говорить, как же красиво. Что тут думать? Посмотрите, какой вид. Я бы, ну, говорю, иди-ка посмотри на улице, пока я смотрю внутри. Рилы? Большая спальня. Хорошего размера спальня. Это гардеробная комната, не просто шкафчик. Ну, конечно, у них мебель, посмотрите, какая классная. Все подобрано под цвет. И ванная комната. Хорошего размера. Не очень большая, но хорошего размера. Ванная комната. Нету ванны, он только душ. Итак, это первая спальня. Должна быть еще одна. И вторая спальня в другой стороне. И ванная комната тоже красивая. Тоже небольшого размера, но красивая. И рядом спальня. Тоже большая. То есть не три спальни, а две здесь, но хорошего размера. Ну, и пол, конечно, здоровский. Что тут говорить? Ну, и встроенные здесь шкафы. Не комната гардеробная, а просто два встроенных шкафа. Ну, что здесь скажешь? Конечно, здорово. Как вы думаете, сколько стоит? 259 тысяч они просят. Ну, мы, конечно, сразу поехали в офис в команде и подписали контракт, предложение на один дом, на один из этих домов. Ну, какой мы выбрали, вы сейчас увидите. А пока мы на Дайтона Бич. Кстати, этот пляж очень интересный. Не везде вы можете увидеть, что машины ездят по пляжу. Конечно, в определенном месте, видите, стоит ограничение скорости. Ты можешь проехать только в определенном месте, не близко к воде, где люди находятся. Но вот этот такой пляж, есть такие же пляжи на Тихом океане. Очень немного таких пляжей. Ну, вот здесь вот один из них, где можно ехать по... Около воды. Конечно, там есть и полиция следит за порядком, чтобы не нарушали движение. Ну, и как вы думаете, кстати, какой дом мы выбрали? Какой бы вы выбрали? Ну, конечно же, этот. А какой же еще? Ну, все, этот дом мы выбрали и написали наше предложение, полную стоимость, какую они просят. Но опять же, я вам говорю, что когда ты пишешь, предлагаешь, подписываешь контракт, ты не знаешь, а что же другие предложат. Может быть, они предложат больше, как Аманда говорит, что два дня назад одни предложили 50 тысяч сверх того, что просили люди. Ну, и что я могу вам сказать? Еще 10 человек написали контракт на этот же дом. И они не выбрали наше предложение. Значит, кто-то предложил намного больше. Увы. Ну, значит, просто-напросто это не наш дом. Вот и все. Будем думать, что делать нам. И, может быть, мы поедем в другой штат, а, может быть, приедем обратно во Флориду. Ну, смотрите и увидите. Всего вам хорошего. Пока. Подписывайтесь на мой канал. И не болейте. Скоро увидимся. Ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс